Всем бонжо! Я очень рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Лилия Иванова, и я работаю стилистом, инфлюенсером, а также менеджером по рекламе и коммуникациям в Париже. Я здесь живу уже почти три года, и сегодня я вам расскажу, как у меня получилось обучаться на магистратуре в частной школе в Париже, бесплатной, еще и получать за это зарплату. Я начну с небольшого паркура, так сказать, как говорят французы, то есть небольшой предыстории, как вообще я оказалась здесь и вообще почему я вам об этом рассказываю. В 2020 году, в сентябре, я переехала в Париж по учебе на программу Preparation de l'Université, на которую поступила еще в условиях закрытой границы, пандемии, когда все центры сдачи языков были закрыты. И было очень, правда, тяжело. У меня получилось в итоге прорваться сквозь заскрытые и мурованные стены во Францию. Здесь я прошла год обучения, мне это помогло очень сильно развить свой уровень языка до более-менее хорошего, чтобы понимать и вести даже блог сейчас уже на двух языках. За эти два года я очень много снимала видео на TikTok, на французскую аудиторию. У меня получилось достопиться 180 тысяч подписчиков, поэтому если вдруг вы учите французский и вам нравятся мои видео, и вы хотите их смотреть на французском в TikTok, в формате TikTok, вы тоже можете подписываться. Также я уже очень много лет веду свой Instagram по стилю, по моде, по жизни в Париже, так что тоже, если вам интересно, подписывайтесь. После того, как я закончила обучение по этой программе, я знала всегда, что хотела бы обучаться на магистратуре, но только если у меня получится поступить на ту программу, которую бы я хотела. И этой программой это всегда было для никого не для секретов, это менеджмент, мода, люкс, это то, что меня привлекает, то, что мне очень близко, то, что меня интересует. И поэтому ни на что другое, в принципе, я обучаться не хотела. Именно эта специализация доступна во Франции для обучения только в бизнес-школах. Сейчас быстренько объясню, в чем вообще разница. То есть государственные вузы, они сейчас считаются менее престижными даже для самих французов. То есть та же Сорбонна, как бы там ее не любили в русскоязычном комьюнити, да, к сожалению, она уже не так престижна, не так хороша, особенно по моей специальности. Скорее всего, по каким-то филологическим, правовым нишам ее еще до сих пор как бы ценят. Вот, но именно менеджмент, люкс, мода, это все, конечно, только в частной школы. Частные школы, а не только платные во Франции, поэтому как бы выбора у вас нет. Нужно либо искать альтернативу, либо искать как-то, кто будет вам финансировать эту учебу, либо попробовать так, как сделала я. В начале 2022 года я уже начала готовиться к поступлению. Я готовила экзамены, а также готовилась к собеседованию с мотивационными письмами и так далее в разных три бизнес-школы. Для того, чтобы в них поступить, нужно было пройти экзамен по английскому, по маркетингу, по логике и по общей культуре, то есть на такую общую эрудицию. На все про все было где-то по 100 вопросов на каждый, примерно в формате ЕГЭ. И потом еще меня ждало большое собеседование с профессором бизнес-школы, в которой я должна была бы обучаться, возможно, если бы меня взяли. В итоге из трех школ я поступила во все три и выбрала одну из них, которая мне больше всего понравилась. И это стала Ecole Eugé Luxe в Париже. Если вдруг кому-то интересна та же специальность и, возможно, кто-то искал про эту школу что-то, мое мнение, это замечательная школа, которая однозначно стоит того, чтобы туда поступать. Уже сейчас, как бы, по своему опыту могу вам точно об этом сказать. После того, как я сдала экзамены и меня приняли, дальше начинается колоссальный, конечно, челлендж, потому что вам нужно найти работу. Причем не просто работу, а контракт альтернация. И вот как раз-таки этот контракт альтернация, это что-то типа похоже на наше целевое, только вы потом ничего никому не должны отрабатывать. А суть в том, что компания, которая оплачивает не только вашу учебу, которая стоит порядка 20 тысяч евро в год, но и также все ваши социальные нужды, то есть страховка, текедристо, то есть ресторанные талончики так называемые, а также вашу зарплату. И эта зарплата, она как бы эквивалентна зарплате обычного человека-сотрудника, который вы, естественно, можете договориться, то есть в моем окружении мои однокрупники зарабатывают по-разному, то есть в зависимости от того, какой у них возраст, в зависимости от того, как они все-таки договорились с компанией, какие миссии они выполняют. И зарплаты варьируются где-то от 1300 евро в месяц до там 2500 евро. То есть это примерно такой вот эквивалент, конечно, если вдруг вы сможете, можете просить больше, если компания вас ценит реально как ценного сотрудника и так далее. В чем плюс для компаний? Почему они вообще заинтересованы в наборе вот таких вот студентов-работников-альтернантов? Фишка в том, что для компании это выгодно с точки зрения налогов. Во Франции гигантские налоги на все, если вы вдруг не знаете, то я вам о том говорю, что это одна из стран, где самые общевысокие налоги в мире. И для компаний, конечно, они ищут любую возможность хоть как-то и сэкономить. И, например, работник-альтернантник для компании стоит, как будто он не платит вообще за вас налог. Помимо этого, компания получает субсидии от государства ежегодно в размере около 8-9 тысяч евро в год, если я не ошибаюсь, которые как раз таки позволяют перекрыть расход на ваше обучение. То есть по факту вы практически ничего не стоите, кроме как бы, да, вот этой вашей чистой зарплаты, которую вам выдают. Поэтому это очень выгодно. Но, к сожалению, если бы всё было так просто, было бы прекрасно, но, к сожалению, в реальной жизни это не так. Всё равно найти контракт альтернации, вообще вот эту вот работу, да, по вакансиям очень сложно. Когда я как раз таки столкнулась с этим, у меня, правда, слёзы лились ручьями. Я была в истерике, в стрессе, в недосыпе. Я даже не знаю, сколько миллиардов мотивационных писем я написала, сколько вакансий я отвечала и сколько раз, как бы, получала негативные ответы. И для меня было огромным, просто огромным достижением то, что я вообще была приглашена хоть какие-то даже собеседования. Я уже не говорю, хорошо я прошла или плохо. Но все в том, что из 100, наверное, отправленных вакансий только два собеседования у меня было. И два из них в итоге я прошла, на третьем меня в итоге отвернули, развернули обратно в одну из компаний, в которые подавалась. И в итоге я нашла работу, вот этот контракт альтернация, летом. И меня взяли на работу как менеджера по коммуникациям, по работе с прессой, по работе с диджидалом маркетингом и социальным сетям в одном из парижских люксовых спа, который находится в 16-м районе возле Лепелевой башни. Как раз таки эта работа, которая у меня началась ещё с сентября, позволяет мне с октября обучаться на программе магистратуры на менеджмент в люксе в этой частной бизнес-школе бесплатно. Помимо этого, получать зарплату и просто быть самым счастливым человеком, потому что благодаря этой возможности я могу сейчас изучать то, о чём я всегда мечтала. И именно получать теоретические, не только, а прикладные больше навыки, потому что каждый преподаватель моей бизнес-школы, они все либо продолжают работать, либо огромный опыт имели с точки зрения работы в люксовых брендах, в том числе Chanel, LeMage и так далее. Это безумно вдохновляет, честно. То есть когда ты видишь человека, у нас, кстати, есть один преподаватель, которая участвовала в разработке вместе с Жоном Гальяна Dior Saddleback, это вот сумка Saddleback, которую наверняка вы все знаете. То есть когда тебя обучают такие люди, ты думаешь, боже, это просто, это как будто мода, она через них проходит, и у них есть возможность с этим делиться, этой историей, живой историей. Помимо этого, мы строим действительно полезные кейсы, которые охватывают люксовые бренды на данный момент во Франции и в международном поле. Также изучаем рынки сбыта, так сказать, международные культурные обмены, процессы. В основном у меня обучение проходит на французском, также есть, конечно, и английские программы, но даже несмотря на то, что у меня обучение полностью на французском, у меня есть один предмет, который идет полностью на английском языке с англичанином, и английский в бизнес-сфере, то есть бизнес английский, естественно, на английском. Какие есть вообще плюсы обучения на альтернации? Альтернации — это супер вообще программа и система, которая позволяет вам обучаться бесплатно и еще получать за это деньги. Как бы это, естественно, финансовый плюс. Также у вас есть возможность сразу ваши знания, обучение переносить на вашу работу и использовать полученный опыт. Также у вас есть возможность получать одновременно опыт для вашего резюме. И если вы себя тем более хорошо зарекомендуете, вы, естественно, можете по этому остаться, либо найти, например, другой стаж, любой другой контракт и продолжать работу уже в другом месте. То есть в плане возможностей расширение списка контактов — это гигантский плюс. Помимо этого, бизнес-школы, они, в принципе, хороши тем, что ты дойдешь не столько даже за знаниями, хотя, честно, за полгода, пока я сейчас обучалась на первом семестре этой ступени, я, честно, очень много нового для себя узнала. Мне безумно, правда, нравится, интересно и с точки зрения истории, и маркетинга даже, и, в принципе, функционирование французского общества — это невероятно ценно. Но и помимо этого расширение списка вообще контактов, потому что именно за этим очень многие французы, в принципе, так сказать, приходят в бизнес-школы. Это для того, чтобы познакомиться с людьми, которые будут реально работать в вашей сфере. То есть даже сейчас, когда мы обучаемся всего полгода, я уже знаю, например, какого своего нагруппника, куда позвать, в какой проект, потому что я знаю, они суперидейные, суперталантливые, умные ребята, которые пришли сюда, знаю зачем, и очень целенаправленно шли именно за менеджменты, именно в люксе. И это невероятно вдохновляет, когда ты окружен людьми, которые каждый, каждый из нашей группы замотивированы на обучение, на результаты и так далее. То есть у нас нет такого, что в группе есть кто-то, кому лень, кто не ходит, кто ничего не делает. Вот у нас 15 человек, и все они очень трудолюбиво всё делают, работают. У нас очень много занятий и всяких заданий межгрупповых, то есть нас объединяют в группы из 5 человек, из 2 человек, из 3 и так далее. Постоянно, почти на каждый проект, и мы постоянно выступаем, постоянно нужно что-то презентовать. Мне очень это нравится, мне это как бы очень комфортно, и я правда кайфую. Из минусов такой программы, хотя их не так уж и много, к сожалению, это эксплуатация труда, как бы это ни звучало, но всё, конечно, зависит от вашей компании, от вашего собственного психологического состояния и возможности выстраивания своих личных границ, так как, конечно, из-за того, что вы очень лимитированы во времени, чтобы работать в компании и чтобы учиться, во-первых, конечно, это очень-очень тяжело успевать, вот, экзамены сложные, очень много проектов, которые нужно делать также дома, то есть домашние работы тоже, вот так вот. Но и помимо этого на работе вас будут, конечно, прям проседать под вас, и могут звонить и в 11 вечера, и просить на выходные всё делать, то есть, ну, у меня, в принципе, как бы вот сентября не было, чтобы понимали, ни одного выходного дня. Но это, опять-таки, тоже мой выбор, потому что я не смогла остановить все свои рабочие процессы до этого, то есть работу с клиентами, работу с курсом профессиональный стилист, я не остановила работу с коллаборациями, работу с брендами как инфлюенсер, то есть я продолжаю делать все вот эти три гигантские, там, четыре ниши, либо на выходных, либо по ночам, либо в вечерам, либо с утра очень-очень рано, снимать, делать, монтировать, отправлять, утверждать, проводить консультации, разборы гардероба и так далее, что, к сожалению, меня лишает полностью выходных, вот, но иногда я беру небольшие паузы, куда-то просто уезжаю, мы съездили в Амстердам, я, кстати, снимала про этот блог, если хотите, посмотрите, мы ездили вместе с Жулем, плюс это была наша годовщина, буду очень рада тоже вам поделиться и какой-то более такой личной жизнью. Я тоже надеюсь, что это видео было для кого-то полезным, что те, кто интересуется учебой во Франции, за границей, либо, возможно, просто жизнью во Франции, бесплатным обучением вам это будет полезно, если вдруг у вас остались какие-то вопросы, вы можете спокойно их задать либо в видео, либо в директе, в инстаграме, либо где-то еще, буду безумно рада вашей поддержке, спасибо большое за просмотр, зайдите почаще, оставайтесь подольше, ваша Лиль. Субтитры сделал DimaTorzok